Самая современная и самая загруженная трасса России. Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга. Если стоять здесь целый день и всю ночь и считать каждый автомобиль, то можно будет насчитать 220 тысяч. Условно, КАД начинается здесь на пересечении с Приморским шоссе. Ну почему условно? Потому что все-таки это кольцевая дорога и она замкнутая. Так называемая сухопутная часть КАД составляет 116 километров. Еще 25 проходит по защитным дамбам в Балтийском заливе. И сегодня мы проедем по этой трассе. В эфире программа «Дороги России». Поехали! На севере кольцевая дорога состоит из четырех полос. По две в каждом направлении. А на востоке их количество доходит до восьми. На КАД расположены 27 транспортных развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей. Все вместе они представляют собой главную часть транспортной сети как самого Санкт-Петербурга, так и всего северо-западного региона страны. Средняя интенсивность движения на оживленных участках КАД составляет 160 тысяч автомобилей в сутки. Хотя еще при проектировании трассы предполагалось, что транспортный поток достигнет значения 135 тысяч автомобилей в сутки лишь к 2020 году. Но рынок автоперевозок рос быстрее, и предсказать, какая интенсивность движения будет в 2020 году, сейчас уже не берется никто. И даже несмотря на такую сверхзагруженность, дорога справляется со своей основной задачей. А это распределять автомобильный трафик в черте города и связывать между собой примыкающие областные и федеральные трассы на Москву, Таллинн, Мурманск, Хельсинки. Если не управлять этим непрерывным потоком машин, то даже незначительная авария на КАДе сможет спровоцировать затор, который моментально перерастет в транспортный коллапс. Но как уследить за каждым автомобилем в многотысячном потоке машин? Такая задача по силам только искусственному интеллекту. В районе развязки КАД с московским шоссе находят самый технологически оснащенный в России центр автоматизированной системы управления дорожным движением. Именно отсюда команда квалифицированных специалистов 24 часа в сутки следит за ситуацией на автодороге. С учетом вот такой интенсивности движения, которое сейчас на наиболее оживленных участках кольцевой дороги, можно сказать, что заторы образуются 200 метров за каждую минуту. Интенсивность движения по кольцевой дороге очень высокая, и ситуация меняется достаточно быстро. Поэтому информация нужна постоянно. Она практически поступает сюда непрерывно. Ведется непрерывный мониторинг с помощью видеокамер, непрерывные видеозаписи. Кроме того, ежеминутно передается информация о состоянии транспортного потока. Каждые 5 минут информация об изменении погодных условий на дороге. Для того, чтобы предупредить образование значительных пробок и информировать своевременно водителей о необходимости изменения маршрута. На этой видеостене отображаются данные со всех камер, установленных на кольцевой. Электронных глаз на дороге сотни, а у диспетчера всего одна пара. Компьютерная программа сама помогает ему ориентироваться в большом потоке информации. Нештатную ситуацию система опознает автоматически, обозначая место происшествия на мониторе. На автомагистрали установлены четыре сотни специальных датчиков, которые фиксируют внезапные изменения скорости движения и также могут отличить грузовой транспорт от легкового. Компьютер сам закроет движение на полосе, где произошла авария, и предложит водителям снизить скорость, чтобы не допустить так называемые каскадные аварии, которые возникают перед местом ДТП из-за того, что машину не успевают вовремя затормозить. Вот как это выглядит на практике. На севере произошла крупная авария, потом машин встал. Компьютерная программа отправила сообщение экстренным службам. Через несколько минут на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, сотрудники ГАИ и дорожных служб. Чтобы разблокировать затор, ограждение пришлось убрать. Вот это что? Это понятно. Не разворачиваются ли? А вот это что? Нарезали барьерку там. В результате все плохо. Разберем шагово. В результате-то надо водителей предупредить, чтобы съезжали. Вот здесь. Правильно, все. Держи, не пукат. Закрыто, да. Чтобы водители, которые едут по каду, не попали в пробку, на электронных табло появляется эта предупредительная надпись. Теперь они смогут выбрать для себя альтернативный путь. Рядом с камерами для наблюдения за потоком машины установлены и камеры фиксации скоростного режима. Информация о нарушениях поступает в Центр управления, в режиме реального времени передается в ГИБДД. Как выяснилось, это тоже помогает бороться с пробками. С учетом результатов внедрения вот этой системы фиксации правонарушений, по результатам вот ее работы в 2012 году, у нас снизилось на 30% нарушение правил дорожного движения и в 4 раза уменьшились случаи нарушений скоростного режима. При этом, как это не покажется странным, без легкачей на трассе средняя скорость потока только увеличилась. Кроме того, система фиксирует и передает в ГИБДД сведения о движении транспорта в остановочной полосе, предназначенной для экстренных служб и о движении грузового транспорта в левой полосе. А между тем, диспетчер знает об этой полосе. Все, мокрый на ней асфальт или сухой. Когда его последний раз посыпали противогололедной смесью, какая температура этого асфальта с точностью до десятых градусов. Это поможет спрогнозировать образование гололеда. Все эти данные в Центр управления движения передают установленные на магистрали метеостанции, их 25. При ухудшении погоды система сама способна определить степень опасности для движения транспорта и, соответственно, принять решение либо разместить предупреждающую информацию на табло, либо снизить максимально разрешенную скорость. Это поможет предотвратить аварии, а значит, ни много ни мало, сохранить жизнь и здоровье водителей и пассажиров. Подобные интеллектуальные системы управления движением есть у наших соседей в Финляндии. Так выглядит их центр в Хельсинки. Такие же видеокамеры и метеодатчики на дорогах. Здесь, как на ладони, видна ситуация на всех крупных магистралях страны. К интеграции с систем стремятся и в Росавтодоре. К Центру управления КАД планируют подключить автомобильную дорогу с Артовала, западный скоростной диаметр и участок КАД, который проходит по комплексу защитных сооружений от наводнений. Снижать аварийность здесь пытаются и за счет более качественного покрытия. В районе Таллинского шоссе проходит уникальный эксперимент. Здесь уложен новый асфальт, который изготовлен с помощью резиновой крошки. Специалисты надеются, что он окажется более долговечным. Это вторая полоса из трех полос прожжей части. Поскольку по ней идет самое интенсивное движение, интенсивное строительство коллеги здесь наиболее высока. Поэтому покрытие приходится менять каждые два года. Основная наша проблема – это колеян. Мы ожидаем, что получим большую устойчивость к колеобразованию, к пластическим деформациям, к низкотемпературному растрескиванию и долговечности. Большой опыт применения в Соединенных Штатах Америки и в Европе. В среднем увеличили продолжительность сроков службы дорожных одежда в полтора раза. Главный враг водителя – не ямы и колдобины, а колея. Когда колеса попадают в нее, машина становится неуправляемой. Для водителей колеян на дороге может отличаться только глубиной. Дорожники разделяют ее на пластичные, такие образуются башенгрузами, когда своим весом они проминают асфальт, и на те, что появляются из-за шипов на колесах, которые стирают верхний слой дороги. Это беда нашей страны, Европа, Америка. Они практически без шипов все ездят, только там скандинавские страны, но у них там свои определенные ограничения сделаны. У нас основной износ, который на высоконагруженных магистрателях встречается, это износ от шипов. А вот этот материал из-за своей резиноподобности, из-за того, что он демпфирует нагрузки, которые возникают на дорожном покрытии от удара шипами, он более устойчив к такому виду разрушений. Смягчает этот удар и гасит его. Уникальный состав асфальта питерские дорожники два года подбирали в своей лаборатории, затем в португальском научном центре провели испытания образцов. И только потом экспериментальный асфальт появился на опытном участке. Резиновые колеса с резиноасфальтом сцепляются лучше, поэтому и тормозной путь на нем короче. Еще одно преимущество нового покрытия – это его цвет. Он более темный и разметка на нем выглядит контрастней. Плюс снижение шума. Исследование американцев показало, что по таким дорогам машины едут на 14-20 дБ тише. В-четвертых, польза для экологии. В производстве смеси используются подлежащие утилизации покрышки. В России на переработку идет только 12% изношенных шин, а в Германии и Японии, например, 90%. Именно на этом заводе была произведена эта экспериментальная светобетонная смесь на резинобитомном вяжущем. Содержание резиновой крошки в составе этой экспериментальной смеси, которая была выпущена значительно велико, порядка 150 кг на один замес уходило, поэтому линия ввода резиновой крошки должна быть оснащена соответствующими весовыми датчиками, позволяющими произвести дозирование. Станет ли новый асфальт основной продукцией для этого завода, будет известно только через год, когда эксперимент закончится. После месяцев реальной эксплуатации на автомагистрали и проверки морозами специалисты оценят качество покрытия и измерят глубину колеи. Тогда и станет ясно, сдал резиновый асфальт экзамен на прочность или нет. Мы находимся на одной из гидроботанических площадок кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Она служит для очистки сточных вод, вод, отводимых от проезжей части. В настоящее время мы можем наблюдать работу специальной техники, которая служит для очистки дна от илестых отложений. Помимо очистки дна от ила, машина может осуществлять сбор нефтепродуктов с поверхности, машина может осуществлять покос растительности как на берегу, так и на воде. Исследования, которые проводились в Европе, показали, что дождевая вода, стекающая на обочину, загрязнена крошкой от истертых протекторов, тормозных колодок и дорожного покрытия, каплями бензина, масла и жидкостями стеклоочистителей. Кроме того, от транспорта на дорогу с дождем попадают тяжелые металлы, азотные соединения и сажа. О грязи на колесах говорить и не приходится. Степень загрязнения почти равна показателю, который фиксируется при обследованиях канализационных стоков. Поэтому все сточные воды с магистрали должны попадать в очистные сооружения. Они построены по всему периметру Када. Раньше искусственные бассейны дорожникам приходилось чистить с помощью тяжелой строительной техники, которая разрушала газон. На помощь им пришли разработчики этого автомобиля-амфибия. За счет широких гусениц его воздействие на грудь минимально. Во время строительства кольцевой автомобильной дороги применялись самые передовые технологии. Сделаны трехуровневые транспортные развязки. Построен один из самых длинных в России вантовых мостов. Общая длина почти километры, высота над поверхностью воды 30 метров. Первый в Санкт-Петербурге неразводной мост с круглосуточным движением через судоходную Неву. Для безопасности движения все пешеходные переходы сделаны над землей. подземными или подземными. Одним словом, трасса европейского уровня. Так исторически сложилось, что Санкт-Петербург это один из крупнейших транспортных узлов России. Его выгодное географическое местоположение определило роль города как связующего моста между Западом и Россией. А грузопоток по этому мосту последние годы только растет. А соответственно увеличивается и поток автомобилей. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok